Так, настало время записать видос о том, как у меня прошел месяц после коррекции. У меня прошло чуть больше времени, если точно 37 дней, но это не суть. Если вкратце, то сейчас у меня левый глаз, который был проблемным в 7 дней после коррекции, все еще проблемный, потому что он видит на 80% и он видит нечетко. А правый глаз у меня видит на 120% и видит прям заебись. Ну, реально, он видит лучше, чем я видел в очках. Только левый глаз всю малину портит. И я сейчас вкратце пройдусь по моментам, которые проходили вот типа с 7 дня до 30, чтобы вы понимали, как у меня левый глаз себя ведет. Потому что с правого глаза все заебись, реально, все заебись. Он себя чувствует прекрасно на протяжении всего восстановления. А вот левый глаз у меня прям всю малину портит. Так, в общем, начинаем. Во-первых, левый глаз быстрее устает. Левый глаз постоянно мутный. Левый глаз сложно фокусируется. Левый глаз не восстанавливал зрение толком до третьей недели. Только после третьей недели у меня чуть-чуть рассеялась муть. Вот это, но осталось вот этот эффект мутной линзы и невозможность фокуса. Вот этот момент, ты пытаешься на что-то сфокусироваться, а у тебя не получается. Ну, типа, у тебя что сблизи, что издалека, у тебя мутно. Это вот такая вот штука у меня происходила с левым глазом. То, что эффект гала, когда у тебя засветы большие около источников света. Светочувствительность лютая. Что там еще? Двоение объектов. Вот когда ты, например, уйдешь по улицу, у тебя там люди идут, а у них типа бошки разделяются на две. Вот у меня такое происходило. Сейчас вроде перестало происходить, но это было. Были боли в левом глазу настолько сильные, потому что он очень быстро уставал, что мне приходилось пить обезболивающее, чтобы эту боль унять. Потому что, ну, невозможно, там такая боль неприятная. Как будто у тебя глаз изнутри вот так вот растягивают, и он очень сильно дает в голову. И это никак не могло вот просто так само по себе пройти. Мне приходилось пить обезболивающее. И сейчас он так сильно не болит, но все равно он устает быстрее, ну, чем правый. Я про правый глаз вообще ничего говорить не буду, потому что у него 120%, у него все заебись. А вот с левым проблема. И, в общем, еще после обследований, потому что я же обследовался, причем в двух типа разных клиниках. Одна Чебоксарская, ну, как раз где я делал операцию, а одна Пензенская. В общем, в Пензенской, ой, нет, начнем с Чебоксар, да. Если кому интересно, то я ездил в МНТК, вроде так оно называется. Вот там я делал операцию. Могу ошибаться, но типа я, ну, там, четыре буквы, могу их перепутать. Если что, легко поймете, какое я говорю. Вот, в Чебоксарской я прошел там целый курс обследований, всего подряд. Единственное, что толковое мне сказали, то, что у меня там легкий астигматизм на левом глазу. И все, да. Вот когда ты сидишь еще, смотришь на буквы издалека, я не могу в них смотреть, потому что, если я не моргаю, к примеру, у меня эти буквы превращаются в сплошной белый лист. Я их просто не вижу. У меня белый лист без букв. Поэтому, собственно, и нечетко. Все превращается в сплошное белое месиво. Не могу толком сфокусироваться на конкретной какой-то букве. Так, вот нашли легкий астигматизм на левом глазу. И еще сухой глаз. Ничего толком не сказали. Потом ко мне пришел, точнее, я сходил к врачу. Они там позвали главную. Это главное, все, что она мне сказала, потерпи, все пройдет. Ни капли там никакие не выписали, ни гель никакой не выписали, ни упражнений не надо никакие делать. Просто потерпи, все пройдет. Вот это все, что я услышал от того, что я съездил в Чебоксаре. Такс. Ну, потерплю. Я сходил еще в Пензе, в клинику. И вот тут уже более толковая информация. Потому что в Пензе мне, ну, прям показали фото моего глаза. И там видно то, что сухой глаз, ну, когда... После операции обычно всегда сухой глаз, синдром сухого глаза возникает на какой-то там определенный период. И мне показали то, что у меня на обоих глазах есть синдром сухого глаза. Только на правом глазу у меня сухой... Вот это... Как это называется? Сейчас скажу. Вот эпителиопатия попадает вниз в глаза, не попадает в область, типа, зрительную. А на левом глазу этот эпителиопатия попадает в область зрительную. И, скорее всего, из-за этого я и вижу левым глазом хуже. И это, как мне сказали, это реально пройдет. И еще вот один моментик. У меня есть несколько из обследований, которые я делал еще до операции, когда у меня было плохое зрение. И я заметил моментик, как реально. Потому что здесь есть автореофрактометрия. И если смотреть по-старому, у меня было везде цилиндры 0,25. 0,25 это как бы астигматизм, эти цилиндры. Это стигматизм. На обоих глазах было по 0,25. А сейчас у меня на правом глазу 0,25, а на левом глазу 0,75. То бишь на 0,5 у меня стигматизм увеличился. Это должно пройти не то, что типа я жалуюсь, такой, ой, я плохо. У меня там не стопроцентное зрение, а 80% нет. У меня муть в глазах. У меня такой белесый, поганый оттенок. Оттенок, который не дает нормально на объекты смотреть. У меня ощущение, что у меня мозг постоянно с ума сходит. Потому что у меня одно изображение постоянно как будто смотрится через мутную линзу. Возьмите себе очки любые. Просто жиром намажьте и протрите салфеткой. Наденьте. Одно очко будет у вас чистое, а другое мутное. И вы поймете, как я вижу. Еще вот этот белесый оттенок, он постоянно... Я чувствую, я вижу это, мне это раздражает. От этого постоянно голова начинает с ума сходить. Потому что ты видишь разницу. У тебя дисбаланс зрения. Потому что одно, один глаз видит супер четко, а другой глаз видит мутно. И ты не можешь им толком фокусироваться. И вроде все. А, стоп, нет. Еще мне в Пензе тут рекомендовали закапывать в оба глаза стиловид. Но это типа более мощные капли от этого, от сухого глаза. Они там с гелиуроновой... с гелиуронкой и с пантенолом. Если как я правильно понял. И еще мне сказали, нужно использовать гель, корнигель по 3-4 раза в день и одну каплю перед сном. На весь период восстановления. Потому что... У меня проблемы с глазом. Поэтому мне нужно использовать больше, чем месяц. Я сам этот корнигель использовал. Капли использовал. Но только месяц. Сейчас я использовал только капли против сухого глаза. ТЛОС. Вот такие вот. Теперь буду использовать стиловид. Ну и корнигель мазать теперь. На протяжении месяца еще одного. Собственно, потом еще осмотр через 2 недели. И посмотрим, есть какой-то прогресс или нет. И на этом, пожалуй, я буду заканчивать. Потому что больше по факту ничего не произошло. Если вот подытожить, что произошло спустя месяц. Правый глаз видит заебись. Прям четко, охуенно, невъебенно, современно. А вот левый глаз как хуево видит, так и хуево видит. Ну не так хуево, как раньше, но хуево. Следующий видос будет уже, получается, через 3 месяца после коррекции. И уже будет итоговый результат. Потому что восстановление идет 3 месяца. Давайте как бы встретимся через 3 месяца.